Еще в 2007 году государством был предпринят так называемая кооперация предприятий, кластер, так называемые кластера. Тогда эта идея сверху, она несколько не прижилась на местах и в бизнес-обществах. Сейчас же наглядный пример объединения предприятий, общественных предприятий, когда полностью весь цикл от выращивания хлопка есть до производства тканей казахстанского хлопка, казахстанских тканей. Их поставляют для пошива казахстанских изделий. Это очень хороший пример кооперации. Что же это нам может дать? Ну, во-первых, уже сегодня вам было презентована инвестиционная программа развития производства, в которую входит предприятие. То есть предприятия не просто получают финансирование, получают деньги от государства, они вкладывают в развитие производства свое, чтобы предприятие и дальше развивалось, а не останавливалось на одном уровне. Это сохранение 5000 рабочих мест. Так как наша отрасль, она социально значимая, у нас в основном работают женщины, это говорит очень о многом. Наши 5000, наверное, приравнены 10 тысячам в других отраслях. Что еще нам это? Это только за год. На 22% увеличилось местное содержание, то есть казахстанское содержание в конечном продукте в сырье. Именно в сырье. Пластиковая фурнитура, которая у нас в Казахстане практически не производилась. Производились небольшие пуговички, небольшими объемами продавали. Теперь пластиковая фурнитура, это замочки, блочки, это все производится у нас в Казахстане. Это производство тканей хлопчатобумажных в Казахстане. Это предприятие, член консорциума Жасампас, оно реформирует, реорганизует простаивающее предприятие. Теокситикстайл будут выпускаться смесовые ткани. Ну, это еще один плюс. Ну и последнее, то что я назову, не по значимости, а последнее именно по названию. За 2016 год где-то на 40% было увеличено от предприятий наших поступлений в бюджет в виде налогов и обязательных взносов. Это почти 2 миллиарда тенге. Внушительная сумма. И это только за один год. А планы есть и дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!